Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса. Почему не стоит сметать продукты из прилавков и создавать ажиотаж, расскажем далее. Паника порождает нерациональные действия. Например, появляется стадный инстинкт. Народ массово закупает товары, продукты впрок. А это, как известно, контрпродуктивно. Объясняем почему. В 2008-2014 годах россияне скупали телевизоры, телефоны и прочие дорогостоящие товары. Пытались таким образом сохранить средства и впоследствии продать электронику по высокой цене. В итоге товар устаревал. Продать его выгодно не получалось. Сейчас инвестировать в товары уже не имеет никакого смысла. Магазины моментально сориентировались, ценники оперативно поменяли на новые. Цены на автомобили и недвижимость резко выросли. Таким образом, искусственный повышенный спрос порождает само население. Особенно на продукты питания. На сахар, песок, крупы, соль. О чем говорят и сами продавцы в торговых точках. У нас все есть и нет в этом дефицита никакого. Все везде есть. Так что ничего страшного не происходит, я думаю. Друг друга пугает просто и все. Минсельхоз объясняет, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами, в том числе и сахаром. Поставки идут без перебоев. Запасов в стране достаточные, чтобы хватило каждому жителю. С учетом повышенного спроса, сахарные заводы и вовсе увеличили объемы отгрузок и перешли на круглосуточный режим работы. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия-24 Тверь». Правительством Российской Федерации была сделана огромная работа, огромная. Кстати, наш депутат Владимир Владимирович Васильев тоже в этом принимал активное участие. И ваш покорный слуга. У нас даже были сформированы нормативные документы по продовольственной безопасности Российской Федерации. И сегодня эта работа дает свои результаты. У нас весь сахар, который производится на территории Российской Федерации, делается из сахарной свеклы. Заводы все российские. Акционеры тоже все российские. Запасов сахара в необходимом количестве, даже с большим объемом, хватает. По мнению экспертов, сейчас ни в коем случае своими действиями нельзя давать возможности недобросовестным продавцам наживаться на кризисной ситуации. На необоснованное повышение цен можно пожаловаться в ФАС. На отсутствие товаров в магазине в профильные региональные органы власти. Впрочем, как показал наш опрос, жители Тверской области в этих условиях ситуацию стараются не нагнетать. Я не закупаюсь. Я как спокойно покупала, так вот взяла пачку, мне хватит. Не будет проблемы. Если не будет хватать. Вот так. А так сахару хватит. Я вот взяла 2 килограмма, не 10 же. Не знаю. Все есть. Все есть. Для спокойствия граждан при правительстве Тверской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка. Штаб займется вопросами наличия в розничной сети и товарных запасов социально значимых продуктов. Сохранение на них торговых наценок на уровне 5-15%. Пресечением фактов необоснованного завышения цен на такие продукты. Губернатор также напомнил о недавнем решении на федеральном уровне. Государством введен временный запрет экспорта зерна и сахара. В этих условиях голод нам уж точно не грозит. Губернатор субтитров А.Семкин